ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В России начал действовать новый формат полиса ОСАГО. Суть изменений в том, что на обратной стороне документа можно размещать данные о КАСКО. То есть водителям теперь можно возить с собой один документ вместо двух. Это касается и обычной бумажной версии, и электронной. Срок действия страховок при этом должен совпадать. Отказаться от добровольного автострахования разрешается без расторжения договора обязательного. ТРАССА СТО ОДИН Из-за очередного падения курса рубля цены на новые автомобили поползут вверх, уверены аналитики. К концу этого года в сравнении с последним месяцем 2019-го прибавка может достичь 15%. Некоторые автопроизводители уже заявили, что пересмотрят стоимость продукции в сторону увеличения. Автоваз не исключение. По словам представителя предприятия, хоть лады и собираются в основном из отечественных комплектующих, есть доля запчастей, за которые завод рассчитывается в евро и долларах. ТРАССА СТО ОДИН Нефть подешевела, значит и бензин на заправках подешевеет. Не надейтесь, говорят эксперты. Как сообщает издание «За рулем», оптовые цены на нефтепродукты внутри страны действительно могут снизиться, но до конечного потребителя эта волна вряд ли дойдет. Если цены на АЗС и опустятся, то не более чем на полпроцента. Ничего не поделаешь. Уменьшение стоимости черного золота уравновешивается девальвацией рубля. ТРАССА СТО ОДИН Спрос на поддержанные легковушки в нашей стране в конце зимы вырос в среднем на 11%. Удивительного в этом нет, говорят эксперты. Новые авто из-за роста их стоимости и снижения покупательской способности многим стали не по карману. Наиболее популярным брендом на вторичном рынке осталась «Лада». На втором месте «Тойота», а бронза досталась «Кия». Тут спрос подскочил на четверть. Также в первую пятерку попали «Хёнде» и «Ниссан». ТРАССА СТО ОДИН «Лада» 4х4 остается одним из самых востребованных и доступных внедорожников в нашем городе. Несмотря на то, что конкуренция в сегменте нарастает с каждым годом. Недавно наследница легендарной «Нивы» обновилась. В салоне установили новую панель, предусмотрели более удобную систему управления отопителем и вентиляцией, плюс иные эргономичные сидения и обивка потолка. А за счет модернизации опор двигателя и увеличения числа шума виброизоляционных элементов машина стала более тихой. Что касается внедорожных качеств, то они по-прежнему на высоте. Не откладывайте знакомства с обновленной «Лада» 4х4 на «Потом». Сделайте это сегодня в салоне «Лада» на «Пугачева-32». На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин